Марина вместе с супругом внимательно подходили к вопросу покупки квартиры. Остановились на микрорайоне Гусарская баллада. Жилье приобретали на стадии строительства. Главными преимуществами для молодой семьи была инфраструктура, которую обещал построить застройщик территории. Но, к сожалению, обязательства не были выполнены. Глава округа дал поручение найти участок под строительство школы в микрорайоне. Сейчас все процедуры по передаче земли завершены. Дорожная карта по созданию нового образовательного кластера утверждена Минстроем и представлена жителям Гусарской баллады. В 2022 году планируем ввести в эксплуатацию и школу, и детский сад, и там должны оказаться у нас детишки не позднее 1 сентября 2022 года. Денежные средства в государственной программе заложены, поэтому наша задача сейчас не выбиться нигде из дорожной карты, по возможности еще и сжать сроки, особенно, что касается проектирования, согласования, технических заданий. В рамках губернаторской программы строительства новых школ в течение трех лет в области планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 общеобразовательных учреждений. Основная часть будет построена по типовым проектам. В этом году у нас будет введено 15 школ, в следующем году у нас планируется в ходу 48 школ. Программа постоянно обновляется, потому что встречи происходят на территории городских округов, муниципальных образований постоянно. Жители просят, обосновываются, деньги появляются в программе, ну и количество школ увеличивается. На сегодняшний день это достаточно большая программа, я думаю, что ни в одном субъекте такой программы нет. Во время встречи с жителями звучали вопросы о дальнейшем развитии социальной инфраструктуры микрорайона. Вопросы звучат по дополнительному образованию, и для молодежи тоже нужно строить какие-то объекты и спорты, и культуры, и досуговые центры, чтобы проводить здесь время. Также подошли люди более старшего возраста. Вопрос висит пока по поликлинике. Мы пытаемся договориться с собственниками объекта, который здесь планировался ранее как поликлиник, но тем не менее был выкуплен из конкурсной массы, пока стоит в заброшенном состоянии. Если нам удастся это сделать, то мы обязательно найдем средства, купим и разместим там поликлинику, потому что на такое количество жителей здесь нужна полноценная большая поликлиника с полным перечнем узких специалистов. С развитием социальной инфраструктуры микрорайон «Гусарская баллада» получит вторую жизнь. Мы довольны, что администрация наконец-то начала к нам приезжать в таком активном режиме. 21 мая Андрей Робертович у нас был. Сегодня, 11 июля Андрей Робертович тоже к нам приехал. Это внушает надежду, что в дальнейшем у нас все хорошо будет. Через неделю состоится вторая встреча главы округа с инициативными жителями микрорайона «Гусарская баллада». Они еще раз пройдутся по исполнению протокола руководителя муниципалитета и дорожной карте строительства образовательного комплекса.